Традиционные места для замеров уровня снега это верховье рек Абакан и Еренат. Именно оттуда большая вода приходит в Хакасию. Красота природы здесь фактически граничит с ее коварством. Признаюсь, не по себе, когда летишь среди гор, а за бортом такой туман, словно разлитое молоко. Когда вертолет опускается ниже, туманную пелену сменяет в снежное. Под данным Гидромета, только за февраль в Хакасии выпала двухмесячная норма, чего не было последние 10 лет. До банальности простой метод измерения уровня снега и его плотности занимает считанные секунды. Такая вот процедура сегодня прошла в трех разных точках на карте. Интервью с гидрологом мы пишем уже вернувшись с гор. Шум вертолета попросту не дает возможности. Результаты обследования не вызывают особых беспокойств. Однако специалист не спешит делать окончательные выводы. Высота снега до метра немного выше, то, что мы измерили. Но я еще раз повторю, что это пока ни о чем не говорит. Поэтому выводы делать какие-то рано. Будет основной полет 17-го числа, и тогда уже можно будет более конкретно определиться. Специалисты рассчитают прогноз влагозапасов. Среди жителей Хакасии еще свежи воспоминания 2014 года. Тогда большая вода пришла с гор настолько стремительно, что повышение ее уровня фиксировалось каждую минуту. В результате подтоплено 22 населенных пункта. Эта история заставила власти и экстренные службы республики более серьезно взглянуть и на систему защитных гидросооружений, и на предупреждение и ликвидацию паводка. Стоит отметить, тогда против сыграл именно природный фактор – теплая погода и обильные осадки. Экстремальные условия, которые создавала для нас природа, оказались для нас очень критичными. Но могу сказать одно. Ни один населенный пункт в 2014 году прямым воздействием от реки Абакан не подвергался. Все 1213 домовладений, которые пострадали, они пострадали от подъема грунтовых вод. Каким будет паводок, зависит от природы. Другое дело, как его встречать. А для этого необходимо идеальное состояние дамб, четкие прогнозы и слаженная работа профильных служб. Кстати, в середине марта Хакасию ждет федеральная проверка. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok